Зимняя сказка, удивительно красивые горные пейзажи, роскошь, богатство и разгульная ночная жизнь, все это сразу приходит в голову, когда упоминается горнолыжный курорт Куршевель. Разговоры об основных ценах и грандиозных тусовках русских олигархов ведут даже те, кто здесь ни разу не был. Попасть на этот зимний курорт можно двумя способами. На самолеты до Женевы или Леона, а потом на автомобиле по горной дороге. Или на частном бизнес-джете чиновников и олигархов, прямо на территорию Куршевеля. По мнению директора туристического офиса, сегодня россияне ничем не отличаются от остальных гостей курорта. А мифы продолжают витать в обществе с тех пор, когда 15 лет назад приезжали туристы из России с огромными деньгами и такими же амбициями. Три долины обзор популярнейшего горнолыжного курорта Франции даже в зимние каникулы. Доля наших соотечественников от общего числа гостей составляет 8%. А вот селятся они в основном в отелях класса «Люкс», занимая почти 50% имеющихся в горнолыжной зоне. Самое большое количество составляют англоязычные туристы, которые в отличие от россиян отдыхают круглогодично. Что действительно входило в обязанности гейши, мифы и реальность. Дело в том, что иногда россияне приезжают большими компаниями. Они кроме катания на лыжах и сноубордах, любят весело проводить время в клубах, ресторанах. Но здесь отдыхают и семьи с детьми, люди среднего возраста. Как и европейцы, они приезжают на отдых в составе двух-трех человек. Развеяны популярные мифы об экономии в отпуске. В Куршевеле отдыхают туристы из 40 стран мира. Англичане, бразильцы, американцы, богатые люди живут везде. Особенное место занимают арабские миллиардеры и шейхи. Для них отдых на зимнем курорте, как экстремальное и экзотическое приключение. По словам инструкторов, русским туристам присуща культура горнолыжного поведения. Они выгодно отличаются от китайцев или арабов, которые не понимают норм поведения на трассах. После скандальной истории с Прохоровым, большинство олигархов покинуло Куршевель. Под запретом оказался курорт и для кремлевских сановников. Отдыхать можно, но тихо. Теперь в дни «Русской недели» здесь нет грандиозных гуляний с фейерверками и цыганами. Зато это рай для настоящих ценителей активного отдыха. Протяженность всех горнолыжных трасс составляет примерно 600 километров. Широкие трассы, больше похожие на взлетно-посадочные полосы, придают уверенности даже новичкам. Особенно если рядом квалифицированный инструктор. Можно покататься на собачьей упряжке, прыгнуть с парашютом, полетать на воздушном шаре, погулять по окрестностям на снегоступах или проехать на снегоходе. Каждый месяц здесь проходят интересные, запоминающиеся события. Чемпионаты по лыжам, поло на снежном поле, танцевальные фестивали, огненные шоу, игры тени джаров. Множество уютных шале, где есть возможность самому приготовить ужин и отдохнуть у камина, наслаждаясь недорогим французским вином. В бюджетных продуктовых магазинах можно купить все необходимое. Здесь реально арендовать жилье на любой вкус и кошелек. Недорогие двухзвездочные отели по уровню сервиса не уступают своим «люксовым собратьям». В последнее время появляются новые фешенебельные и модные горнолыжные курорты. Но Куршавель по-прежнему держит высокую планку мирового лидера.